Всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня хочу предложить вам приготовить вместе со мной наивкуснейший торт, верхняя часть которого состоит из безе, нижняя часть из сочного бисквита. В качестве крема используется вареная сгущенка и сливочное масло. Что хочу сказать, это первый единственный торт, который я готовила повторно сразу же второй раз. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной, вместе все приготовим. Все будут от него в восторге! Для бисквитной основы понадобится 2 яйца среднего размера, сахар в количестве 200 грамм и с помощью миксера необходимо все хорошо взбить до однородного состояния. Как только масса побелела и крупинки от сахара полностью разошлись, добавляю растительное масло. Масло в количестве 60 миллиграмм, либо 1 треть стакана. У меня стакан обычный граненый, ориентируйтесь на граммы. Далее, следом добавляю молоко в количестве 190 миллиграмм. Все я отмерила на весах и продолжаю все аккуратно перемешивать с помощью миксера. Тесто готовится из двух частей, жидкая часть ингредиентов готова и далее мне необходимо перейти к сухой части ингредиентов. В качестве сухой части ингредиентов у меня будет использоваться мука в количестве 250 грамм и добавляю какао 4 столовые ложки. Ложки насыпаю с горкой, по-хорошему надо было бы взвесить, но я что-то про это не подумала. Хорошо перемешиваю и далее добавляю разрыхлитель в количество 15 грамм у меня это 1 чайная ложка и сода 1 чайная ложка. Сухая смесь практически готова к использованию. Осталось соединить две смеси, мочную смесь отправляю в жидкую. Соединяю смеси постепенно, чтобы удобнее мне было перемешать. Высыпаю остатки муки, далее с помощью ложки все хорошо перемешиваю. Далее пройду немного миксером. Миксером прохожу для того, чтобы убедиться, что от муки и от какао не осталось лишних комков. Масса должна быть однородной. Вот такой вот консистенции. Следующим этапом необходимо добавить кипяток. Я его отдельно вскипятила в такой небольшой турочке. Кипятка добавляю 1 стакан либо 200 миллиграмм, как я отвесила на весах, отмерила. Кипяток добавляется очень крутой. Таким образом тесто как бы запаривается. И далее с помощью миксера либо венчика, ложкой, думаю это будет сложно сделать, очень хорошо и тщательно все перемешивается до однородного опять же состояния. Тесто получается довольно жидкое, пусть это вас не пугает. Оно чем-то напоминает тесто для блинов. Отправляю тесто в форму. Форма у меня разъемная, 20 сантиметров диаметром. Дно формы простелила пергаментом, бортики не смазывала. В таком виде отправляю в хорошо разогретую духовку при 180 градусов, выпекаться на 35-40 минут. Время выпечки зависит от особенности вашей духовки. И пока выпекается бисквит, я подготовлю безе. Для безе понадобится 3 яйца. Отделяю желтки от белков. Мне понадобится только 3 белка. Взбиваю миксером слегка 3 белка до появления легкой пены. И далее уже после буду добавлять сахар. Сахара добавляю в количестве 100 грамм. И здесь хочу сказать, что сахар я отрегулировала до умеренной степени, чтобы торт у меня не был приторно-сладкий, а умеренно сладкий. Белковую массу необходимо взбить до крепких устойчивых пиков, чтобы масса была достаточно плотная и очень устойчивая. Посмотреть какой остается плотный хороший след. Чем крепче взбиты белки, тем лучше будет безе. Поэтому не экономьте время и тщательно взбивайте белки. Перекладываю безе в кондитерский мешок. Но вам этого делать не советую. Убедилась на собственном опыте. Лучше безе раскладывать с помощью 2 чайных ложек. Отправляю это все на лист. Лист я простелила пергаментом. И вот теперь таким образом выдавливаю равные пропорции безе в виде небольших шариков. Чем хорош кондитерский мешок, тем что безе распределяется одинаковой формы, но немного оседает. Поэтому второй раз я этого не делала и делать не буду. В таком виде отправляю выпекаться при 110 градусах на полтора часа. После выпечки оставьте безе до полного остывания в духовке. За это время испекся и остыл мой бисквит. Дала ему полностью остыть. Теперь необходимо мне срезать верхушечку, макушечку, которая поднялась шапочкой и оставить только донышко, низ, большую часть для основы торта. Сверху срезала я совсем небольшую часть, саму шапочку, а нижняя остается как основа. Очень получается влажный и сочный бисквит. Верхняя часть мне тоже пригодится. Осталось приготовить крем. И для крема мне понадобится сливочное масло в количестве 200 грамм. И вареная сгущенка, которую я заранее подготовила, варила банку в течение двух часов на среднем огне. Сливочное масло пришлось слегка подогреть, так как оно должно быть мягкой консистенции и комнатной температуры. С помощью миксера взбиваю все до побеления. Масло необходимо взбить до консистенции, напоминающей крем. Как только масса побелела и стала вот такая вот воздушная, но при этом кремообразная, добавляю вареную сгущенку. Вареную сгущенку добавляю постепенно, размешивая все хорошо миксером. Масса становится приятного бежевого цвета, очень вкусная на вкус. Сгущенка полностью разошлась в масле, масса стала однородной, довольно густой консистенции. На этом этапе мой крем готов и можно приступать к сборке торта. Посмотрите, какой густой получился крем. Количество крема в этом рецепте мне хватает с запасом, поэтому на бисквит основу наношу щедрое количество и с помощью лопатки равномерно распределяю по поверхности бисквита слой крема. Очень нравится мне в этом рецепте бисквит основа. Он получается настолько влажным и, я бы сказала, даже сочным, что не требует никакой дополнительной основной пропитки, как это обычно требуют бисквиты. Поэтому эту основу можно использовать вообще для массу других тортов. По поверхности крема теперь выкладываю безе. Безе у меня получились очень хорошие, хорошо высохли. Как я уже говорила, их необходимо оставить в духовке до полного остывания. Диаметр моей формы, как я уже говорила, 20 сантиметров, поэтому данное количество продуктов рассчитано максимально на 20-22 сантиметра диаметром. Больше диаметр не берите, не используйте. По поверхности безе щедро наношу крем хорошим слоем. Смазываю немного бортики. На бортике я потом оставлю тоже крем. И далее выкладываю остатки оставшегося безе вторым слоем. Получается такая очень красивая шапочка. Остались небольшие просветы между безешками, как видно на поверхности. И вот эти вот просветы я заполню небольшим совсем количеством основой бисквита, который остался при срезке. То есть та шапочка, которую я срезала, я мелко раскрошила и заполняю ею пространство. Также остатки у меня пойдут на украшение сверху. Здесь немного присыпаю грецким орехом. Можно не добавлять орех, но я все-таки для вкуса добавила. И сверху последним слоем наношу крем с помощью кондитерского мешка. Для чего я это делаю, чтобы у него внешний вид такой был как бы кучерявый. Ну вот настолько мне хватило фантазии, чтобы украсить таким образом торт. На самом деле он получился очень эффектный, очень красивый. И я думаю, что это очень хороший способ украсить торт таким образом. Бортики тоже хорошо промазываю с помощью лопатки, растягиваю крем. И далее уже сверху украшаю остатками крошки. Часть макушки я перемолола в блендере в мелкую крошку сыпучую. И она очень хорошо подошла у меня для украшения верхней части. Распределяю с помощью ложки рук равномерно по поверхности. И далее добавлю небольшое количество орешков. В таком виде необходимо торт оставить хорошо пропитаться. Я его оставляю на ночь как минимум на 12-15 часов. Ну и далее уже разрежу и покажу какой он внутри. Более подробное количество всех ингредиентов и точный рецепт как обычно оставлю внизу под видео в инфобоксе и в конце видео. Обязательно берите на заметку, пользуйтесь, вам торт очень понравится. Я сама не ожидала такого результата и готовила его сразу же повторно второй раз. Торт настолько получается мягкий и нежный, что сам нож утопает просто в нем. Одним кусочком я думаю точно не обойдусь, но покажу обязательно вам разрез, покажу какой он внутри. Очень хочется поделиться с вами этим вкусным и замечательным кусочком, но жалко, что с помощью камеры этого никак не сделать. Могу только сказать свои впечатления, ощущения и правда советую вам и рекомендую приготовить этот торт. Вам он очень понравится, я от него осталась просто в восторге. Здесь используются самые простые элементарные продукты и в не таком большом количестве, но торт получается великолепный. Посмотрите на этот кусочек, какой он прям аппетитный. И на самом деле он очень и очень вкусный. Очень хорошее вкусовое сочетание здесь шоколадного бисквита. Он прям насыщенного шоколадного вкуса за счет какао. Может быть у меня такой хороший какао попалось, не знаю. Но здесь ярко выраженный вкус какао, при этом бисквит имеет влажный, приятный вкус. Он совсем не сухой и этот крем с вареной сгущенки и масло прекрасно дополняют вот все полностью компоненты и ингредиенты этого торта. Несмотря на то, что крема здесь достаточно большое количество безе, при этом очень хорошо чувствуется. Этот торт хочу посоветовать и порекомендовать абсолютно всем. Здесь каждый найдет что-то свое. Те, кто любят безе, те, кто любят бисквитную основу, либо бисквитные торты и песочные тоже. Этот торт не может оставить вас равнодушными. Поэтому советую и рекомендую. Готовьте. Ну а я буду с вами прощаться. С удовольствием доем свой вкусный кусочек. Говорю спасибо всем, кто был со мной. Пишите мне комментарии, если есть что написать. Возможно, кто-то знает этот торт и знает даже его полное какое-то название. У меня его нет. Желаю всем приятного аппетита. Всего хорошего и до новых встреч. Если есть вопросы, обязательно их пишите. Рецепт, как уже сказала, будет внизу под видео и в конце видео. Всем приятного аппетита. Всего хорошего и до новых встреч. И готовьте всегда с удовольствием. И у вас обязательно все получится. Всем вкусных рецептов. Мира и добра!